здорово мужики с вами андрей палыч а я как вчера вам обещал посмотреть какой будет расход в mercedes 260 к сожалению у нас машина дорестайл не отображается на щите приборов на счет старый старый щиток сейчас я вам покажу там аишники стоят вот нас видите старый щиток пробег у нас по 300 тысяч там я как бы очень много пишу такую фразу типа раритетное авто да там ну вы знаете там я люблю такое подписать все дело то что как бы я не сторонник вообще mercedes ну который там примеру там 2000 года там машине там четыреста лет примеру я как бы за новое и я люблю машину ниже классом но она будет посвежее она будет как бы ну как нового поколения она будет с новыми технологиями то есть я такой сторонник технологии да ну а что вам сказать по этой машине пробег 300 тысяч у нас фоматик 3 2 мотор в принципе машинка приятная у нас комплектация идет elegance я сам покажу вот такая комплектация тут дерево ну все все дела старая смотрим коробочка салон такой тряпка цвет такой синий ну в общем так скажем на любителя да но по поводу там вот ходовой скажу что в принципе сейчас сделал тише сделал тише музыку в принципе машинка фоматик она очень интересная да там я отъел ну конечно еду как пенсионер вы знаете да машинка устойчивая управляемая в ней стоит вправо руль стоит почему-то тянет вправо ну там не сильно но тянет да то есть это мы конечно все исправим но трассу держит то есть честно скажу трассу на держит нормально я ехал по окружной там ехал на большой скорости в принципе проблем нету там вхождение там в повороты там никаких проблем там при предстоянии руль послушный все нормально то есть как бы палка двух концах кто выбирает как бы mercedes они должны помнить что примеру надо влаживать в нее деньги да то есть в ремонт почему потому что сейчас вот машина поедет в ремонт да тут надо поменять масло в коробке там по мелочам посадить ходовую посадить кондиционер посадить развал в общем это минимум гривнах не знаю может тысяч по три-четыре ну примерно эти ручки да там если клиент захочет я вам это предложу там сделать то 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 не хочет так не хочет такое дело ну конечно пятна то что у нас конечно звезда на капоте да там есть такой прицел очень приятно у нас еще стоит заводской ксенон не китай там за 100 долларов до родной ценой там дела почти стоят по 200 долларов одна то есть вот это очень огромный плюс ну я так сел в принципе в машинку утром машинка прогрелась быстро где-то за минут пять я покурил машинка нормально прогрелась вышла на свой рабочий режим проспотевали стекла потому что она была во льду я забирал потому что на машине нет никто не ездит как бы просто стоит а так как сейчас а вы его супруги на капитальном ремонте то есть не надо на чем-то ездить так сложилось там жизнь дала трещину пересел с авиа на мерседес ну бывает такое в жизни знаете как это не вы но все-таки не как машина да то есть она едет по крайней мере ну это не пешком ходить там и не по метро там ездить ну такое дело то есть ну как бы вкратце мужики я не знаю там на форуме там много всякой там войне по поводу там продажи мерседеса да там есть рубрика а там отписываются что там берите машину там skoda там лучше посвежее чем старым конечно вам вам мешать потом не знаю ваше личное дело то есть я лично еще скажу что я сторонник посвежее машин даже пускай это будет другой бренд пускай это будет не мерседес пускай это будет машинка свежее да там тут конечно не знаю с одной стороны вы повышены это харизма это конечно статус это положение в обществе то то есть как бы я сам люблю этот бренд честно говоря я люблю мерседес ну тут уже конечно вам мешать или брать skoda или брать мерс то есть то я не знаю ну по деньгам этот мерс сейчас стоит тысяч ну пускай под 15 да там можно добавить 7 купить skoda ну тут такое дело очень мужики такой кратенький маленький обзорчик 210 кузова ешка да может сделаю еще обзор по 21 потому что надо на чем-то ездить то есть будем как-то приобщаться к марсерезу не знаю там посмотрим пусть меня желаю вам всем удачи мужики с вами был был андрей палыч до новых встреч пока